У меня мечты больше выздороветь. Ну, думаю, что это все могут понять. Понять Гошу действительно могут все. Но вот принять ситуацию непросто. Он рассказывает о том, как быстро бегает. И сравнивает себя с молнией. Всё ещё в настоящем времени. А мама Гоши вспоминает до ампутации. Он всё время куда-то торопился. Будто хотел набегаться впрок. Однажды как-то девочки за парнями так гонялись. Так гонялись. Ну, вы убежали от них? Ну, как-то мы зафлип-тупик и не могли выбраться. Гоша Прокопьеву 5 лет. Позади 2 операции и 9 курсов химиотерапии. А ведь ещё недавно он был абсолютно здоровым ребёнком. В 2019 году попал левой ногой в небольшую яму. Начал хромать. Врачи диагностировали вывих голеностопа. Затем повторная травма. Мальчику накладывали лангет, откачивали жидкость. Опухоль росла. Наконец, обследование в Петербурге выявило редкое злокачественное образование. Саркому мягких тканей голеностопного сустава. Метастазы пошли в лёгкое поражение четвёртой стадии. Начался курс химиотерапии. Как нам объяснили, что опухоль должна отреагировать минимум на 33% на химиокурсы. Но она, к сожалению, отреагировала недолжным образом. В результате чего докторам пришлось прибегнуть к радикальным методам, к лечащим методам. И 2 февраля нам провели ампутацию. Не отреагировал на химиотерапию и метастаз в лёгком. Одну шестую органа пришлось удалить. Родители как могли готовили ребёнка к обеим операциям. Сам Гоша говорит, в роковой момент почувствовал силу, чтобы всё перенести с мужеством. Он не хуже взрослого понимал, что будет после. Но падать духом отважный мальчик не стал. Правда, когда мне берут крошку, я плачу. Но сейчас уже у нас есть волшебная иголочка. Ну, точнее, была. Она вот здесь вот стоит у меня. И она очень быстро берет крошку, прям как я, молнии. Бегать подобно молнии Гоша может научиться вновь. Болезнь вошла в ремиссию, а значит, мальчику показано протезирование. В научном центре реабилитации инвалидов имени Альбрехта готовы сделать для него специальную конструкцию. С таким протезом, говорят врачи, люди могут пробегать марафоны. Если, например, такие модули, как стопа искусственная, трубка, которая компенсирует дефицит длины голени, они стандартные, то одна из основных задач – это сформировать приёмную гильзу голени. Ну, при культе голени приёмные гильзы голени. Это делается вручную, и здесь очень важен опыт техника протезиста. Стоимость протеза – 559 тысяч рублей. Единственный способ собрать такую сумму – это обратиться к неравнодушным людям. Дело в том, что Гоше при его заболевании подходит именно такая конструкция, часть которой может меняться по мере роста ребёнка. Да и поставить обычный протез за госсчёт сейчас невозможно. В ноябре мальчик и его мама переехали из Курганской в Ленинградскую область, чтобы лечиться в Петербурге. Проходить комиссию нужно по месту регистрации. Для этого пришлось бы прервать курс химиотерапии. Протез нужен сегодня, уже сейчас. И у нас нет возможности съездить на переосвидетельствование. Я не могу подвергнуть ребёнка риску. У него ослабленный иммунитет. У него постоянное падение крови. Да, это можно сделать. На это нужно здоровье, время. И мы не можем себе этого позволить. На вопрос, как справляться с трудностями, Гоша отвечает. Быть дома и всегда помнить о друзьях. Его путь домой коротким не будет. До протезирования подготовительная операция после поддерживающая терапия. Но всё же помочь сильному мальчику встать на ноги и побежать навстречу мечте. Может, каждый. Екатерина Грициенко, Сергей Томёк, Алексей Чубка. Вести. Петербург. Чтобы помочь Гоше, достаточно отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Все собранные деньги пойдут на оплату сложных операций и лекарств для малышей. На сайте нашей телекомпании и на сайте Русфонда все адреса на экране. Можно увидеть, сколько средств удалось собрать и кому из детей они спасли жизнь.